Здравствуйте! В эфире телеканала ЖТСУ выпуск вечерних новостей. В студии работает Гульмира Тимиргалеева. Сурдоперевод обеспечивает Марат Жумабеков. И сегодня в выпуске. Сурдоперевод обеспечивает Марат Жумабеков. Послезавтра ЖТСУ предстоит отдать свой голос за достойного кандидата в депутаты Маслихата и Мажелиса парламента. Более 80 партийных списков от пяти политических партий будут представлены в избирательные комиссии. О предвыборной работе в Алматинской области рассказал представитель Алматинской областной избирательной комиссии Кахарман Жак Сылык на информационной площадке ЖТСУ-Медиа. Сегодня в ЖТСУ сформировано 1053 избирательных участка. Из них 50 с ограниченным доступом. В алгоритме по предупреждению распространения коронавирусной инфекции при организации и проведении голосования члены избирательных комиссий с положительным результатом ПЦР-тестирования на избирательный участок не допускаются. В этой связи были сформированы списки резервных лиц, которые в случае заболевания членов УИК смогут их заменить. Это по два человека на каждый избирательный участок. Для недопущения распространения опасного недуга областной избирательной комиссии закуплены средства индивидуальной защиты для членов региональных избирательных комиссий. Это трехслойные медицинские маски, защитные лицевые щитки, санитайзеры, одноразовые комбинезоны, бахилы, антисептические коврики и перчатки. Обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических норм на избирательных участках в день голосования будет соответствовать постановлению главного санитарного врача Республики Казахстан. В регионе функционирует 20 справочных колл-центров. На сайте Акимата области запущен сервис, где можно уточнить, есть вы или нет в списке избирателей, набрав ИИН. Областной избирательной комиссии также изготовлены и доставлены в регионе открепительные удостоверения. Они выдаются избирателю при смене места его пребывания в период с 26 декабря по 18.00 часов до 9 января 2021 года. Передача бюллетеней на избирательные участки запланирована на 8 и 9 января текущего года, после чего участки перейдут на круглосуточную охрану. В целом ожидаемое количество избирателей в день голосования – 1 миллион 400 тысяч человек. Уже в это воскресенье с 7 утра до 8 часов вечера пройдут выборы депутаты Маслихата и Мажелиса. В связи с этим идет массовая рассылка информационных смс-сообщений для избирателей. Узнать номер своего участка и его адрес граждане могут посредством сайтов Все, что для этого нужно – это просто ввести свой ИИН. И на экране появится вся необходимая информация. Проявить активную гражданскую позицию, сделать правильный выбор призывают граждане Алматинской области. В этом году для всего Казахстана произойдет знаковое событие – 30-летие независимости страны. За эти годы мы прошли через большие трудности, однако благодаря грамотному руководству Ельбасы и сплоченности всей страны мы процветаем. В преддверии такой знаменательной даты ожидаются и выборы в депутаты Мажелиса парламента Республики Казахстан. Призываю всех казахстанцев принять участие в голосовании. Не будьте равнодушны к судьбе своей Родины. Важен каждый голос. Уважаемые житесустцы, дорогие земляки! 10 января – важный и особенный день для всего Казахстана. Наше будущее в наших руках. Поэтому ради детей и внуков мы должны использовать возможность отдать свой голос и сделать правильный выбор. К выборам готовы. Сотрудники ДЧС региона инспектировали избирательные пункты на предмет соблюдения пожарной безопасности. Спасатели в течение недели проверяли работу автоматических пожарных сигнализаций, систем оповещения и управления эвакуацией людей, наличие первичных средств пожаротушения. Насколько избирательные пункты готовы к предстоящим выборам, расскажет Дамир Анитов. Учитывая разразившуюся на весь мир пандемию коронавируса, на всех участках стараются соблюсти санитарные требования. У входа проверяющие с термометрами, бактерицидные туннели, у каждого стола антисептики. Если со стороны состава избиркома все необходимые требования для безопасности граждан выполнены, то у спасателей работа другая. К нашему избирательному участку прикреплено почти 3000 человек. Мы раздали пригласительные каждой семье. Все необходимые приготовления завершены. Наша задача провести прозрачные выборы, и мы сделаем всё для этого. Отдельное спасибо хочется сказать спасателям за то, что пришли и напомнили нам правила пожарной безопасности. В принципе, мы знали обо всех требованиях, но они профессионалы своего дела. На избирательном участке все требования пожарной безопасности соблюдаются неукоснительно. К такому выводу спасатели пришли после осмотра помещения. Планы эвакуации, шкаф с инвентарём, огнетушители. Всё необходимое на месте. Однако пожарные сочли не лишним ещё раз напомнить правила пожарной безопасности. Сотрудниками управления по ЧАЭС города Талдыкурган были проведены проверки с вручением рекомендательных памяток на 58 избирательных участках. При проведении проверок были осуществлены такие работы, как ознакомление с рекомендационными памятками, разъяснение о соблюдении правил пожарной безопасности на избирательных участках. Также хочу сообщить, что при проверке 58 избирательных участков нарушение норм и правил пожарной безопасности не обнаружено. К слову, во время выборов, то есть уже послезавтра, на каждом избирательном пункте будут дежурить все спасательные службы региона. Обеспечить максимальную безопасность граждан во время голосования – их первостепенная задача. Домир Анитов, Ерлана Замбай, Телеканал ЖИЦУ. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пожаробезопасность в зимний период – вопрос номер один. Холодный декабрь и морозы первых дней нового года стали причиной нескольких ЧП в области. Еще одно произошло вчера в рождественский вечер. Один человек погиб в результате хлопка газо-воздушной смеси в жилом многоэтажном доме в областном центре. Инцидент произошел в 18.21 микроводина ЖИЦУ. По предварительной версии, причиной возгорания стала утечка из 25-литрового газового баллона. В ходе тушения пожара из соседней квартиры с помощью автолестницы спасли двух человек, а также эвакуировали еще 30 человек, в том числе четырех детей, в безопасное место. В однокомнатной квартире, охваченной дымом и пламенем, огнеборцы обнаружили обгоревшие тело мужчины с 1954 года рождения. Пожар ликвидировали в 18.54 на площади 36 квадратных метров. Разрушений строительных конструкций нет, имеются выбитые окна в квартире и подъезде. На месте организована работа психологов ДЧС Алматинской области. Было установлено, что произошла вспышка газово-раздутной смеси в однокомнатной квартире, расположенной на четвертом этаже, в дальнейшем возгорании. Силами личного состава с места пожара было выкурено 30 человек, а также по автолестнице спасено два взрослых человека. Принятыми мерами недопущено распространение пожара на соседние квартиры, а также на кровлю жилого дома. Всего по данному вызову было привлечено 10 единиц техники и 35 человек личного состава. Однако не все гладко и у тех, кто пользуется центральным газом. Жители Талакурганского региона, подключившиеся к голубому топливу, жалуются на отсутствие тепла в своем жилье. В эту морозную пору их дома изрядно промерзли уже за несколько часов. Тем более от газа зависит и горячая вода, и отопление. С ходом проводимых работ ознакомился наш корреспондент. Нынешняя зима вместе с холодами принесла и проблемы. Из-за сильных морозов произошло обледенение газовых труб. Так, жители сел Еркен, Нотинай и северо-западного жилого района остались без голубого топлива. Филиал Костранс-Казаймак в день поступает свыше 200 звонков об отсутствии газоснабжения. Филиалом обеспечена работа 12 бригад, которые обеспечены техникой и инструментами для устранения аварийных заявок. В день, в принципе, отрабатывается свыше 90-95 заявок. Очень сложные заявки передаются ремонтной бригадой, которая их отрабатывает. Бывают случаи, когда отрабатывают на следующий день. На сегодняшний день в городе Талтыкурган подключены газоснабжения свыше 19 тысяч абонентов. Это половина квартиры и половина частные дома. Это только первая волна морозов, говорят синоптики. По их словам, сейчас рекордные минусовые температуры в области наблюдаются в селах Матай и Лепсе. Днём термометр здесь показывает минус 20 градусов, а ночью все минус 35. Впереди сильные холода, идут сибирские морозы. Но потом арктический циклон должен отступить. Это первая волна. Вторая волна будет во второй половине декады января. Ожидаемая температура минус 30 градусов. Сотрудники ЧС области убедительно просят не выезжать на дальние расстояния и не пренебрегать СМС-оповещениями. По прогнозам, морозы продлятся до конца недели. Пана Усимбекова Ельдана Царсембаева, Кайрат Кастурганов, телеканал ЖТСУ. Мороз чуть было не лишил жизни автолюбителя. Полицейские Алматинской области помогли замерзающему на трассе водителю, у которого в дороге закончилось горючее. Сотрудники роты патрульной полиции Даурен Жалимбетов и Осет Турганбеков, находясь на маршруте патрулирования, обратили внимание на стоящий автомобиль марки «Мерседес». Водитель пояснил инспекторам, что не может завести автомобиль, так как у него закончилось горючее. Стражи порядка, не раздумывая, зацепив на трос автомобиль гражданина, помогли доехать до ближайшей заправочной станции на служебном автомобиле. Признательный мужчина позже написал письмо стражам порядка. Он благодарит сотрудников роты патрульной полиции Толгарского района за помощь, оказанную ему в трудной ситуации. 13 авто сгорели в Нур-Султане. Выяснилось, что владельцы автомобилей договорились с арендатором одной из автомойок столицы загнать их железных коней в помещение на ночь, чтобы они не замерзли до утра. По словам людей, потерявших транспорт, вину за пожар владелец и арендатор автомойки перекладывают друг на друга. Огнеборцам с трудом удалось справиться с пламенем из-за того, что все машины стояли в закрытом помещении слишком близко друг к другу. Сумма нанесенного ущерба на данный момент устанавливается. Тем временем потерпевшие написали коллективное заявление в полицию. Открыто уголовное дело по статье «Нарушение правил пожарной безопасности». Причины пожара уточняются. Ёлка упала из-за сильного ветра в Актау. Обошлось без пострадавших. Видеозапись опубликовал житель города Азамат Сарсинбаев в Facebook. В ночь на четверг в Актау порывы ветра достигли 15-20 метров в секунду, из-за чего в центре города упал главный новогодний символ. Инцидент прокомментировало руководство города. Никто не пострадал. Сотрудники отдела ЖКХ в кратчайшие сроки начнут работы по демонтажу ёлки, сообщили в Акемате. Дерзкое разбойное нападение за 10 дней раскрыли в семье. Жертвой разбоя стал молодой человек, работающий продавцом. В комиссионном магазине передает пресс-служба департамента полиции ВКО. В конце 2020 года в дежурную часть УП города Семей поступило сообщение о разбойном нападении, произошедшем в комиссионном магазине. По словам потерпевшего, на него напал мужчина в медицинской маске. Угрожая ножом, из кассы забрал денежные средства. Сумма ущерба составила около полумиллиона тенге, рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции ДП ВКО по подозрению в совершении разбоя был задержан 29-летний житель Семея. Он признался в содеянном. По факту разбойного нападения продолжается досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного статьей 192, часть 3 УК РК. Массаж за миллион. Уральские пенсионерки оформили кредиты ради чудо-массажера, сообщает Хабар-24. Пожилым людям обещали исцеление от всех недугов. В итоге некоторые оказались на больничной койке, а за массаж им придется расплачиваться несколько месяцев. Впрочем, они не теряют надежды вернуть свои деньги. Теперь доверчивые покупательницы обивают пороги различных инстанций. Они намерены вернуть товар и свои кровные. Обращались и в правоохранительные органы. Но мошеннических действий в работе компании полицейские не видят. Ведь женщины добровольно согласились на сделку, и на руках у них соответствующие документы. Но даже если компания согласится отдать деньги, банковские проценты, а это практически еще одна стоимость товара, пенсионерки будут вынуждены оплачивать из собственного кармана. В Казахстане вдвое увеличили размер штрафов за взятки. О нововведениях рассказали в агентстве по противодействию коррупции. Кроме увеличения сроков лишения свободы, возросли и размеры кратных штрафов за дачу взятки и посредничество во взяточничестве. К примеру, теперь для дающих взятку это до 50 МРП или до 145 тысяч тенге. Минимальный размер кратного штрафа увеличен вдвое – с 10-кратного до 20-кратного размера взятки. В целом, за последние два года сотрудники антикоррупционной службы выявили 480 фактов дачи взятки и 37 фактов посредничества во взяточничестве. Во общей сложности суд обязал виновных выплатить бюджет страны около 600 миллионов тенге. Усиление ответственности за дачу взятки и посредничества – очень важное и нужное нововведение. За последние два года в Алматинской области было зарегистрировано 135 таких фактов. Президент еще в конце прошлого года говорил об усилении ответственности за дачу взяток. Многие, возможно, не до конца поняли его суть. Поэтому объясню про нововведение простым языком. Если человека осудили за дачу взятки в размере 100 тысяч тенге, то размер минимального штрафа, который может быть назначен ему судом, составит 2 миллиона тенге. Тогда как ранее размер минимального штрафа составлял 1 миллион тенге. С третьей четверти учебного года для учащихся выпускных классов разрешили комбинированное обучение в школах. 70% предметов в штатном режиме, 30% – дистанционно. Это касается и студентов первых курсов, колледжей и университетов. Подробности о новом постановлении главного санитарного врача Алматинской области в материале нашего корреспондента. До 300 человек в школе и 15 человек в классе. Неважно, в сельском образовательном учреждении или городском. Такого рода изменения в обучении школьников Алматинской области вступят в силу 11 января текущего года. При этом строго сохранятся соблюдения социальной дистанции и масочного режима. Общеобразовательные школы, дежурные классы также будут работать, но уже не с первого по четвертого, а с первого по пятый классы. В международных школах это до седьмого класса. Также разрешены со второго семестра обучение первых курсов технических, профессиональных, после среднего образования и высшего образования. Изменения также коснулись работы театров и услуг по перевозке людей. Теперь заполняемость храмов искус не должна превышать 30%. А что касается общественного транспорта, то его количество в час пик увеличится. При этом допустят открытие всех дверей автобусов при посадке или высадке пассажиров. По постановлению главного санитарного врача Алматинской области, заполняемость межобластных и городских автобусов не должна превышать 75%. Это не более 15 человек. Обязательны и условия гигиены для водителей, а также дезинфекция автотранспорта. На сегодняшний день количество инфицированных коронавирусом в Алматинской области составляет 7476 человек, из которых 6075 выздоровело. Для нераспространения инфекции в регионе сохранился запрет на проведение массовых и зрелищных мероприятий. Обязательным остаётся и ношение масок внутри общественных объектов. Более 5000 человек получили травмы в результате нападений животных за прошлый год в Алматинской области. Многих жителей серьёзно тревожит то обстоятельство, что бродячие собаки продолжают разгуливать по улицам города. Какие меры предпринимаются для оттого бездомных животных, узнаем из материалов сюжета. Бродячие собаки являются причиной для беспокойства и даже страха для многих жителей города. Как показывает статистика, наиболее часто от их нападений страдают дети и подростки. Бездомные четвероногие нередко оказываются на улице из-за безответственности хозяев, выгоняющих своих питомцев из дома. На Талдукурганской улице Калиева бродячие собаки – обычная картина. Самая агрессивная из них – это крупный пёс с ошейником. Его недавно выбросил хозяин, говорят местные жители. Я живу по улице Калиева. Нас беспокоят бродячие собаки. Их очень много на нашей улице. Есть собаки, которых выгнали из дома просто хозяева. Детей опасно в школу провожаем, до остановки садим на автобус, вечером так же встречаем. Ну и не только на нашей улице, на соседней, на Тимирязево тоже стая бродячих собак. Был случай на работу, но это со мной и произошло. Я шла на работу, собаки с утра голодные, видимо, еще морозы сильно по ним ударили. Они прямо атаковали, они кидались на меня. В Алматинской области контроль за отловом бродячих животных осуществляет управление ветеринарией. Для эффективной деятельности ветеринарные станции имеются в каждом районе и городе области. У них на балансе 20 специальных автотранспортных средств и 220 клеток для содержания бездомных животных. За 9 месяцев 2020 года в Алматинской области 5033 человек получили травмы в результате нападения животных. Из них только более половины случаев от нападения бездомных собак. У остальных же имелись хозяева. За 2020 год гражданам области были вынесены 1730 предупреждений и штрафов на сумму в 2 миллиона 245 тысяч тенге. Для обращений жителей работает телефон доверия 32-93-44 или мессенджер WhatsApp 8705-552-04-56. Также на сайте управления ветеринарии области есть адреса и телефоны всех станций. Всего за 2020 год в Алматинской области отловлено свыше 30 тысяч бродячих животных. В данное время рассматривается вопрос об увеличении находящегося на балансе управления ветеринарией оборудования для увеличения эффективности работы организации. Рустам Аралбаев, Абзал Нусипов, телеканал ЖИЦУ. Одна страна, одна книга. Под таким девизом прошел брифинг в Талдыкургане в рамках республиканской акции. Ее цель – популяризация лучших произведений национальной литературы, сохранение духовного наследия, а также воспитание патриотизма и нравственности молодежи. Напомним, данный проект в Казахстане проводят уже более 15 лет. В этом году в рамках акции выбрали 30 книг к 30-летию независимости. В связи с этим среди книголюбов Алматинской области состоится конкурс. По его правилам участники должны прочесть рекомендованные произведения и подписаться на инстаграм-страницу библиотеки имени Сакена Сейфулина. Награждение первых среди равных, лучших среди лучших читателей библиотеки по пяти жанрам состоится к концу этого года. С 2007 года стартует данная акция «Одна книга – одна страна». С этого времени было проведено больше 500 мероприятий. В этом году к 30-летию независимости были выбраны 30 авторов по пяти жанрам. Это поэзия, драматургия, проза, детская литература и переводы. Приглашаю всех участвовать в данной акции. В Индонезии готовятся к массовой вакцинации населения против коронавируса, сообщает корреспондент Хабар-24. Но прежде там хотят убедиться в том, что вакцина соответствует стандартам халал и всем требованиям ислама. Сейчас Высший совет мусульман страны работает над таким постановлением. Массовая вакцинация в стране должна стартовать 13 января. Напомним, в 2018 году споры о том, соответствуют ли вакцины исламским принципам, чуть не сорвали прививочную кампанию против бушевавшей тогда в стране эпидемии кори и краснухи. Сертификаты халал должны получать не только продукты питания, но и медикаменты, считает директор сертификационного центра Совета мусульман Индонезии Мути Ари Тауати. В Японии запустили новую систему распознавания лиц, которая способна установить личность человека, даже если он в маске, передает корреспондент Хабар-24. В компании сообщили, что технология сканирует глаза и другие открытые участки лица. Проверка занимает менее одной секунды, а уровень точности превышает 99%. В пилотном режиме система работает в нескольких офисах и точках продаж в Токио. Клиентами компании уже стали крупнейшие авиакомпании Германии и Швейцарии. Во Франции затягивается вакцинация от коронавируса. За первые пять дней прививочной кампании вакцину получили около 45 тысяч человек. Согласно официальной статистике, темпы вакцинации растут, но они по-прежнему значительно отстают от показателей, анонсированных правительством. Сначала Минздрав планирует обеспечить первой из двух доз вакцины всех работников системы здравоохранения старше 50 лет или с повышенным риском осложнений. С 18 января, как ожидается, право привиться получат жители Франции старше 75 лет. Ускорению кампании должно способствовать открытие новых пунктов вакцинации. Пока что удалось развернуть по одному такому центру в каждом департаменте страны. Сложности могут возникнуть из-за недоверия в обществе, который фиксируют социологи. Согласно последним опросам, примерно 45% французов не хотят прививаться от коронавируса. Это были все новости к этому часу. Благодарю за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова